америка здесь пацаны ржавый бампер продакшн совместно с колхозные tuning international представляет вот как я наколхозил тут противотуманочку и а где свет и чет не ярко запилил видосик ребят наконец-то запилил видосик ребят наконец-то как я фары приводил в порядок общий ремонт заключался в противотуманочках на самом деле они не дорожные фары они называются рабочие фары но об этом позже промежуточные ремонты короче там вошли и как я полностью делал ребилд headlight headlight of главных фар вот этих нашел их у дилера ладно не понял как вспышку здесь включить но it's ok for this time обязательно zip-тайчик вот здесь ну и что вот это китайская китайская ерундистика будет сниматься потому что она работает никак и на него место я возьму во флит прайде вот еще одну такую же китайскую ерундистику снял новые повесил ну то есть одна и потом еще вторую довесил и еще все это посрывал и переделал это все на кнопку специально есть салоне кнопочка такая вот эта кнопка род ламп которая и сейчас от нее работает чудеса этого тюнинга таковы что он работает с габаритами я просто его присоединил габаритом вывел вот сюда к этой фаре ерунда туфта она того не стоит а вот это уже поинтереснее уже можно ехать чуть выше короче весь свет полетел надо будет делать я смотрю вот эти фары на фрейдлайнере 170 каждая пора их тоже менять пора менять проводочку все засалено плюс еще не работаю от фары которые сзади сзади трака вот кстати чужой трейлер начал таскать попросили оттащить xpo брокер но ничего потащил короче немножко под шаманил свет потом продолжу кататься рождество сагая спускался на южную каролину занесло меня в город эшвилл где я у друга переночевал раньше долгое время жил там где-то года 3-4 даже забыл сколько взял машину у друга у витахи прокатился по местам былой боевой славы вот спортзальчик заехал но он был закрыт на ярд заехал там где парковался увидел колеса которые захотел смотри смотрим дальше после этого поехал на стадион где хорошенько позанимался и не еду в спортзальчик тот который годами посещал решил тряхнуть ностальгией но конечно christmas может он и не работать в час еду на удачу работает он или нет посмотрю короче целый джим открыт забыли закрыть или чё никого нету вообще никого я тут захожу сейчас короче полиция приедет походу вообще никого свет горит все прямо в фильмец про какой-то зоби зомби апокалипсис короче ладно погнал я походу я не буду заниматься так-то ну и объявление висит что все закрыто к сожалению евро маркет тоже закрыть русский магазин тут гречку покупаю еще вещи разные еду по дороге листер хайвай здесь недалеко мой ярд вспоминаю как я по этим горам постоянно переваливался даже есть такая статистика что это одна из самых опасных каких-то дорог в америке вот это вот здесь очень много а дтп повороты подъемы все это опасненько вот так ехал подъезжал здесь оттормаживался иногда вот приходится ждать чтобы сюда повернуть кто-то все таки здесь паркуется так все посмотрим я всегда парда парковался мордой туда они паркуются задом даже есть это камень короче я делал тут на цепал чтобы колеса не проваливались такой грязноватый конечно вот этого я помню хьюстон до этот родных один парковался я парковался вот здесь нифига у тут джанковый тракс мы супер синглами стоит у овощи вот так они вообще новые барабаны новые короче новый трак кто-то забомбажил сейчас я ему оставлю записочку на этом стекле что я куплю его резину класс кто-то купил с джанка трак не зря все-таки заехал но не зря будет если он мне позвонит на номер который оставил и продаст мне свои колеса но они ему не нужны тракта то тракта джанковый можно его прямо кинуть на любые баллоны посадить вот это тоже трак моего знакомого на из транс корпорация от этого рождества мне одни неудобства все спортзалы закрыты я вот на стадиончик приехал сейчас душа просит спорта нагрузочки сейчас пробегусь напомню здесь десять по сто бегал так вперед назад короче ну туда бежишь обратно пешком 10 по 100 замечательная нагрузка кругов 10 накрутил по стадиону качнул свою кардиосистему погонял под нагрузочкой ощущение замечательные температура плюс 13 плюс 15 25 декабря хорошо сейчас еще немного поджимаюсь на бицепс поработаю если левый даст бицепс и на пресс дальше небольшой рассказик как я все-таки перри подключил противотуманки вывел их на специальную кнопку заводом предусмотренную бакс электронные жучки или колхозный тюнинг часть 2 я у мамы электрик посмотрим каких соплей я накидал вот тут зиптай обязательно зиптай под изоленты которые три вместе держишь а тут пока просто 3 ядреный ты кот вот она тоже будет зиптай и изолента сверху как умеем господа как умеем чем богаты тем и рады а также огромный привет передаю белебеевскому техникуму электрификации механизации сельского хозяйства вот как это все выглядит последней инстанции дешево и сердито куча зиптаев два матка изоленты шутка изоленты не жалел вот она товарищ тоже опытный электрик вот тут подсказал что вот это клавиша road lam ей можно вывести противотуманочки так что андрюха ты был прав не очень сложно было ну-ка на видео все есть уже вы посмотрите короче вывел вот все работает еду и результат налицо раз раз даже она мощнее чем дальний свет сейчас потому что дальний свет отрубает эти противотуманки а эти так сказать противотуманки они по-настоящему называются рабочий свет work light мощностью одна тысяча шестьсот люменов они противозаконны для использования на дорогах может так сказать так что спасибо всем блогерам и не очень которые подсказывают там мелкий ремонт как чё соединять куда youtube сила ребятки после противотуманок занялся вплотную основными фарами так скажем ближний дальний свет поворотник все в одном корпусе у дилера взял за неплохую цену старая пришлось полностью вычищать там монтажные болты купил гайки все вместе redneck тюнинг в действии сейчас высверлил выдолбил старые отсюда здесь будет фара сейчас фары покажу вот новый такой сама пальчик сварка как она сухая с холодная сварка сейчас вот тут тоже рассверлю его так фары так вот оно старое убожество на ebay брал так себе конечно внутри вот болтается короче так 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 короче вообще ни о чем но лампочки еще живы вот это новая взял за 2 250 долларов вообще нормой цена все внутри намертво дело сделано пока на оригинал фрейд лайнер колумбия нет чуть-чуть болтается короче не алади конечно но все равно тоже пока вот монтажной пленки стоит таким образом сейчас будем крепить сидит как родная вот тут пришлось вот эти шестигранички тут чуть подтянуть вот эти шестигранички раз вот сюда села нормально сюда тоже на еще чуть-чуть вот так притянуть его шайбой и как раз он даст немножко на тяжечку против вот этой резины и будет самый раз вот этот весь все ржанину были на 5 цвет ржанину не удалось к сожалению это открутить вот это ну так пусть остается вот такой вот трак но с новыми фарами он выглядит совершенно по-другому но пленку еще не снял еще надо будет чуть-чуть подшаманить там где-то пробой дальний свет не работает надо искать дальше посмотрите сюжет как я на мойку поехал после этого между грузами там это было 28 декабря уже год заканчивался я как-то вот итоги подвожу подъехал на моечку blue bacon называется пол восьмого утра приходится на ходу рвать подмёточки опять же логбук электронный чтобы в десять утра я буду уже на ярде в инстан салам сейчас я в северной каролине вчера в вирджинии загрузился вчера забрал свой трейлер вчера позанимался спортзальчики очень плотный график сейчас у нас 28 число суббота предновогодняя помывочка помывочка меня ожидает не так часто но давно уже хотел все засолено двигатели у них есть специальная обработка как бы противодождевая так скажем в кавычках обработка что еще да вот ехал где-то до двух часов ночи на после спортзала немножечко проехал чтобы поменьше миль оставалось приходится думать о вот этом рестарте так называемом который мы америко дальнобойщики это чтобы 70 часов можно было ехать нужно брать 34 часа рестарт вот допустим в 10 утра сегодня я перестаю работать в субботу воскресенье 10 утра будет 24 часа плюс еще 10 часов это будет восемь вечера то есть восемь вечера воскресенье я уже выйду хендерсон вилл норф-каролайн и там у меня будет разгрузочка и получается что будет как раз 34 часа и я смогу еще неделю работать до пацаны многие в колорадо поехали отдохнуть на лыжах кататься покататься пацаны поехали в кто-то кто-то в эшвилле кто-то занят бизнес у кого-то сайт бизнес и кто-то занимается чуть ли не кухнями там как сказать шкафчиками и так далее много много у кого сайт бизнес вот мне тоже надо найти какой-нибудь сайт бизнес чтобы но но доходик еще был помимо шоке так вот это мой как говорят у нас не у я резолюшин типа нас на следующий год забивочка короче на новый год так вот так вот они как муравьишки короче копаются там все моют красавчики да ну чё трактор без проблем отработал в 2019 году так что в 2020 году он ну надеюсь будет также но проблем можно сказать заслужил помоечку и так далее шустро короче как муравьи налетели всегда немножко страшновато что потом не заведется блин после этого там такие напоры прямо в двигатель прям по всем кабелям по всем ну просто соль надо смыть да сейчас будут диски полирнут короче полный фарш один раз я уже видеоку снимал по этому делу вот и сейчас ну что в лучах восходящего солнца он так нормаленько засиял вау катки вообще блестят амортизаторы пора менять уже но их особо не мыли тоже здесь тоже каточки замечательные хорошо что он хотя бы завелся после этого после таких напоров воды да вот верхний такой кремок не очень порог идет они чуть чуть даже это постарались отмыть немножко но все равно черное все оно его надо несколько раз подряд мыть да новый диск буквально недавно устанавливал ну и новое колесо соответственно только вот амортизатор не новый надо его менять нет чтобы амортизатор сразу кинуть на него баке по 150 после мойки я просто поехал в шарлот запарковался там и это было уже 31 декабря там два дня прошли при новогодней суете прям на траке на лавсе запарковался взял билет на дэнвер и полетел отдыхать в дэнвер я уже об этом упоминал там что-то пацаны сорвался таки в дэнвер и попробую в описании закинуть ссылочки на этот видосик на эти видосы на другом канале они у меня валяются уже валяются в аспине как я отдохнул немножко так что вот таким был декабрь и всем привет америка с вами пацаны что не такое при этом вот это притягиваем что